У Николая Петровича и Анастасии Яковлевны Никоновых славное прошлое. Их имена можно золотыми буквами вписать в историю страны. Николай Петрович ушел добровольцем на фронт в 1941 году пулеметчиком. А после войны, получив профессию строителя, а жена врача-педиатра, строили города на Дальнем Востоке и в Сибири. Ветеран бережно хранит награды и первые грамоты от самого Сталина. В станице Анапской Никоновы живут более 40 лет и вместе рука об руку 63 года. У них двое детей, четыре внука и восемь правнуков, которые живут в других городах и приезжают в гости. Гостям супруги ветераны войны и труда всегда рады, особенно детям. Ребята из летнего лагеря отдыха школы номер 12 Станицы Анапской в этот день пришли не с пустыми руками. Принесли сладости к чаю и в числе 70 добрых дел к дате освобождения Анапы предложили ветеранам помочь прибраться по хозяйству. Саму жестовую стойкость за труд и уважение к годам. Спасибо и поклон от нас примите. Николай Петрович всегда рад поделиться жизненным опытом с ребятишками и рассказать, как воевал, как жили в то время. Ему есть что рассказать. Его отец дружил с отцом космонавта Германа Титова, а тетя была первой учительницей космонавта. В будущем году у Николая Петровича юбилей – 90-летие со дня рождения. С высоты своих лет он желает будущему поколению главного. Чтобы мои внуки, дети, были такими же патриотами, как и мы. Вот они все были патриотами. Добрые дела у молодежи Анапы продолжаются. Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Анапа-регион.